Король под защитой? Смотрим обязательно. С сегодняшнего дня коридор младшей школы стал каворкинг-центром. Здесь можно заниматься медиатворчеством, проектной деятельностью и просто поиграть в старые добрые шахматы. Три стола никогда не пустуют. Теперь на перемене детям не до бега. Конечно, теперь все заняты. У нас очереди сидят поиграть, посмотреть. Не все умеют играть в шахматы. Мы с удовольствием всех учим, с удовольствием всем покажем и расскажем, как играть. Вот радости столько шах и матов у ребенка. Алексей Шерский с шахматами на «ты» с трех лет. Говорят, теперь в школу стало ходить веселее. Да и на продленку он стал оставаться охотнее. На продленке тоже бывает скучно. И мы делаем, играем в шахматы. Вместо того, чтобы рисовать или чего-нибудь остального. Вам давит в плеча. Видишь, давит. В новом кабинете технологии с удовольствием берут в руки дрель-шуруповерт и девочки. Некоторые впервые. Ну, просто делала вот так вот. А так нет. И как тебе? Не сложно? Нет, не сложно. Ну, Максим Алексеевич помог. Для нового кабинета закупили и наборы сверл по металлу, кирпичу и дереву, а также лобзики, пилы и другие инструменты. Все это, говорят эксперты, позволит научить школьников, что называется, работать руками. Не обошлось и без модных новых технологий. В этой сельской школе теперь есть квадрокоптеры, 3D-принтер и шлемы виртуальной реальности. Опробовать которые первым решил глава Елизаветского района. Роман Василевский отправился на дно океана. Я уже такое одевал, как это видел, поэтому интересно. Я думаю, те, кто впервые, могут даже не испугаться. А вот у учителя начальных классов, который отправился в виртуальную реальность впервые, увиденное действительно потрясло. Я вижу огромного кита. Он глядит мне в глаза. О, моргнул. Ой, какой ужас. Какой он большой. Впрочем, побывать с помощью шлема можно в любой точке мира, в любом временном пространстве, что будет не лишним при изучении географии и истории. На Эверест, в любой музей мира, в Гранд-каньон в Соединенных Штатах, можно в греческий Акрополис поместиться. То есть приложений очень много. Можно на Марс 2030 год. А законы физики и механики теперь сельские школьники будут осваивать с помощью лего-конструктора на курсах робототехники. Это не подъемный кран, это какой-то элемент. Но мы должны понимать, какие силы заставляют противовес работать и так далее. То есть вот это все и предполагает новая робототехника. Это все основы ее. На приобретение оборудования и ремонт помещений в этой школе потратили около 2 миллионов рублей. Закуплено высокотехнологичное оборудование, ноутбуки и два манекена, чтобы школьники еще и научились оказывать медицинскую помощь. Всего в центр точки роста входят кабинеты технологии, информатики, ОБЖ и проектная площадка. Уроки и дополнительные занятия будут проходить бесплатно в рамках федерального проекта «Современная школа». Кстати, теперь в этой школе расписание новое. До обеда у ребят уроки, после деловые игры и тренинги. В центре гуманитарного и цифрового профиля, расположенного в Термалинской средней школе, могут заниматься ученики четырех населенных пунктов. Это Паратунки, Николаевки, Сосновки и Вулканово. Всего на полуострове сегодня были открыты семь таких точек роста. Три из них расположены в Елисовском районе. Лиса Латыпова, Александр Галдина, информационное агентство «Камчатка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова